Привет, мотозритель! Ты на канале Каджи Мото. Сегодня в фокусе нашего внимания два, с позволения сказать, эндуро-туриста от китайских производителей Benelli и Vogue, а именно Benelli TRK502 и Vogue 500DS. Я не буду делать обзор каждого из них, во всяком случае не в этом видео, а расскажу вам об опыте эксплуатации данных мотоциклов в небольшом карпатском путешествии протяженностью 1700 км, который я организовал в течение трех дней. Сразу отмечу, чтобы мотоциклы мои, потому обвинить меня в заангажированности и приверженности какой-либо марки не получится. Сравнивать буду, опираясь на свои ощущения от езды, и отмечу, что я не спортсмен-мотогонщик, а просто любитель мотоциклов с большим стажем в вождении. Поехали! Давайте отметим основные пункты, по которым пройдемся в сравнении. Я думаю, что стоит выделить отдельно двигатель, подвески, тормоза, посадку, ветрозащиту, управление, ну и обвес, такое как свет, защита, сидения, органы управления и кое-что еще. Ну и, конечно же, общие впечатления и выводы. Они могут показаться достаточно спорными. Опять же, это личное мое мнение. Для полонты картины затронем некоторые технические характеристики. Вес Benelli 213 кг, Vogue весит 188 кг, оба оснащены двигателем объемом 500 куб. см, ну у Vogue 471 кг, с максимальным крутящим моментом около 45 Нм, у Vogue 43, если не ошибаюсь. И момент доступен уже, пик момента доступен уже с 5000 оборотов в минуту. Мощность моторов порядка 47 л.с. Оба двигателя двухцилиндровые, рядные, они восьмиклапанные, с жидкостного охлаждения и оба инжекторные. КПП на обеих мотоциклах шестиступенчатая. То есть, на бумаге выглядит все практически одинаково. Но из-за того, что двигатель Benelli более короткоходный, ход поршня тут составляет 45 мм против 67 мм у Vogue, он имеет более взрывной характер и раскручивается легче, ну и тянет веселее с тех же 5000 оборотов в минуту. Надо отметить, что холостые у ТРК 502 болтаются в районе 1700 оборотов в минуту, в то время как у Vogue они находятся в диапазоне 1100 оборотов в минуту. Другими словами, двигатель Vogue ощутимо тяговитее на низах. Он позволяет более точно дозировать тягу, и это тут же позитивно сказывается на мокром грунте, на камнях, ну и вот на сложном рельефе, особенно при подъемах и так далее. К тому же Vogue более дружелюбен к новичку. Но как только мы выйдем на трассу, Benelli сразу даст понять, кто тут босс. Он гораздо веселее раскручивается, и на шестой передаче на штатных звездах уже после 100 км в час Vogue начинает уступать в динамике. На обгон ТРК идет гораздо охотнее, ускоряется ощутимо легче. Нельзя не сказать о вибрациях, и они безусловно есть, ну плюс-минус одинаковые для обеих двигателей. Но они не настолько большие, чтобы обращать на них внимание в путешествии. Двигатель Vogue это тот же мотор, который установлен на Хонде CB500, CB500X, потому он уже достаточно известен, имеет очень неплохой ресурс, и доживает до 90-100 тысяч километров без капремонта. Кстати, если мы говорим о двигателе Benelli, я находил информацию на форумах о мотоциклах с пробегом 130 тысяч километров на форуме Adventure Rider. А так мотоцикл с пробегом 50, 70, 80 является нормой. Давайте еще затронем тему КПП. КПП на обеих мотоциклах достаточно неплохие. Если учесть то, что этот мотор спроектирован, наверное, инженерами Хонда, у Vogue все-таки КПП работает достаточно четко. У Benelli иногда между 5 и 6 я ловил, так скажем, ложную нейтраль. В целом, работа КПП нареканий не вызывает, потому мое предпочтение тут какой-то марки отдать сложно. Да, еще пара слов. Говоря о двигателе, надо упомянуть о такой особенности, что картер у Benelli является самой нижней точкой, и он достаточно большой по площади, и пробить его не составляет никакого труда. Потому, что после путешествия мне пришлось установить металлическую защиту. Зря, конечно, я не сделал это до. Но, к счастью, ничего не случилось. И еще одна неприятная особенность. У Benelli достаточно неудачно расположены патрубки системы охлаждения, потому, легко приложив мотоцикл на левый бок на каменистом грунте, можно на этом путешествии и закончить. А Vogue имеет в этом отношении более продуманную компоновку. И картер частично с правой стороны закрыт коленями глушителя, а снизу прикрыт пластиковой защитой. Функция которой, на мой взгляд, начать громко хрустеть, сигнализируя о том, что картер к камням уже достаточно близко. Давайте затронем тему подвесок. Оба мотоцикла бюджетники, со всеми вытекающими. Подвески на них такие же, неплохие, нехорошие, но вилки без регулировок, задние же амортизаторы имеют регулировки преднатяга пружин. Если с Vogue все просто, там подвески от фирмы Kayaba, кстати, надо сказать, что у Vogue много интересных брендовых вещей, тормоза Nisin, к примеру, подвески Kayaba, ABS Bosch, даже резина на нем установлена с завода от компании Pirelli. Я ни на что не намекаю, но тем не менее, это такая себе заявочка на премиум. Если говорим об Enelie, то здесь все несколько сложнее. У меня мотоцикл первого поколения, и он, как известно, часто имел проблемы с задним амортизатором, пробег же моего мотоцикла около 27 тысяч километров, и пока проблем с амортизатором нет, он не потек. На вопрос амортизатора решаются замены на аналоги, коих уже достаточно. На Алиэкспрессе можно найти амортизаторы от 200 долларов, а поиска в интернете можно откопать топовые амортизаторы от компании Olinx за 1200 евро. Есть также разные кит-наборы, к примеру, Hyper Pro за 700 евро, ну и еще другие производители. Хода задних подвесок на мотоциклах около 130 миллиметров, и я думаю, что эта цифра плюс-минус одинаковая для обеих моделей. Но корма у Benelie ощутимо мягче. Опять же, при переезде, к примеру, трамвайных путей, это очень четко отслеживается. Но если мы говорим о вилках, здесь надо выделить отдельно тему вилки TRK502. Она в рамках класса просто топовая. Закономерно, что на нее есть куча китов для замены пружин и картриджей. Загуглите, к примеру, кит от Masana EVO-1 или Martis Dampers. Вилка имеет очень толстые перья, по-моему, 51 миллиметр. Отлично настроена с завода, и это очень позитивно сказывается на четкости прохождения поворотов. То есть траектория практически не меняется. Она едет ровно туда, куда хочет пилот. И в отличие от Vogue, я ни разу не пробил ее на спусках, особенно на каменистых дорожках, которых в Карпатах достаточно. Vogue же периодически пробивался как спереди, так и сзади при относительно небольшой скорости 40-35 км в час. И резюмируя вопрос подвески, я хочу сказать следующее. Если бы не проблемы с задним амортизатором у TRK, который, кстати, производитель решил во втором поколении, Беняли тут бы выиграл. А так, ну, 50 на 50. Да, ходовый вилок у мотоциклов тоже очень близки и, на мой взгляд, составляет около 140 миллиметров для обоих моделей. Ну, и два слова о тормозах. В рамках класса они одинаково хороши. У Vogue тормоза чуть острее. ABS вмешивается в работу раньше, сигнализируя об этом обратной связью и вибрацией на ручках тормоза. Ну, на ручках, на рычагах, как позволите. У Беняли ABS работает более незаметно. Да, я говорил о передних тормозах. Сзади меня очень редко пользуюсь, потому работает ну и хорошо. Если же говорить о том, где мне тормоза понравились больше, то однозначно у Vogue, в том числе потому, что они острее. Посадка. Это очень важный параметр для туристического мотоцикла. Если коротко, то Vogue это стритовый мотоцикл с небольшим ветровиком. Колени согнуты и острее конкурента. Спина более выраженно наклонена вперед. Для комфортной посадки я установил 3-х сантиметровые проставки под руль, что частично решило вопрос спины. И не надо, пожалуйста, писать не сейчас о тросе сцепления. Я уже купил, знаю, запасной есть постоянно в кофре. Беняли ближе к классическому мотоциклу. Посадка у него более комфортна и длительно сидит на нем удобнее. В том числе из-за того, что ноги находятся под более прямым углом, ну и как и спина. То есть пилот сидит более расслабленно. У ТРК широкие подножки с резиновыми антивибрационными накладками, потому вибрации на них на подножках не ощущаются вообще. Но на Vogue иногда при оборотах в диапазоне от 4 до 5 тысяч они присутствуют. Подушка сидения пилота на Беняли шире, она длиннее и мягче. Поэтому сидеть на нем удобнее. В общем, я отдыхал на Беняли, когда садился на него после Vogue. Подушка пассажира на DS чисто номинальная. На Беняли она похожа уже на сиденье, потому второй номер на Беняли не будет чувствовать себя дискомфортно. Управление. Надо разделить этот параметр на управление на асфальте и вне его. Если не вдаваться в подробности, то Vogue уделывает Беняли в одни ворота в обеих номинациях. Причина тому и стритовая посадка, и более широкий руль. После Беняли в Vogue рулится просто как велик. Добавьте сюда более низовой мотор и получите чуть ли не эталон управляемости. Ну, в рамках своих задач, разумеется. Ну, и с учетом работы подвесок. Беняли неохотно валится в поворотах. Особенно ощутима разница при прохождении связок поворотов. А вне асфальта, при езде в стойке, боковины бака Беняли заставляют колени гнуться в другую сторону. Что делает практически невозможным управление мотоцикла в стойке. В паре с довольно узким рулем и неохотой наклоняться, это все едет довольно уныло в сравнении с узким и приемистым Vogue. Ах да, те самые резиновые накладки на подножке играют уже против вас, если их намочить. Нога легко может соскользнуть. Очень неприятные, знаете ли, чувства при езде возле края обрыва. Тут TRK 502 не спасает даже его супервилка. Усилия на органах управления плюс-минус одинаковы, потому говорить об этом не будем. Если бы Vogue у вилку от Беняли, был бы просто прекрасный. Обвес. Давайте коснемся тему ветрозащиты. У Vogue в сравнении с Беняли ее просто нет. Беняли позволяет ехать на скорости 120 км в час с открытым визором, при моем росте 185 см. В то время как Vogue, даже с установленным дополнительным стеклом, который вы увидите на видео, просто направляет поток воздуха вместе с мухами вам в визор. На Беняли добавляют комфорта дополнительные дефлекторы по бокам ветрового стекла. Тут TRK отыгрывается у Vogue за туповатое управление полностью. То есть в паре с хорошей посадкой, отличной в рамках класса ветрозащитой, TRK 502 гораздо комфортнее на длительных прохватах, чем его конкурент. Свет. Он плохой везде, потому вместо того, чтобы это обсуждать, просто поставьте дополнительный свет и закройте вопрос, что я и сделал. Фары, хоть и светодиодные, но достаточно унылые пучки, рассеянные такие, немощные, делают езду ночью опасной. К тому же у Vogue перед мотоциклом есть промежуток неосвещенного пространства, порядка 8 метров, который делает езду еще более неприятной, чем на Беняли. Дополнительный свет полностью решает этот вопрос. Панель приборов. У Vogue это современный жидкокристаллический монитор с большой информативностью. Там даже есть забортная температура, датчик давления колес и часы. У Беняли все выглядит, как у старой Хонды Варадера середины 2000-х, разве что есть индикатор включенной передачи. Пульты и кнопки на Беняли выглядят откровенно убого в сравнении с Vogue и заставляют задуматься, кто здесь больше китаец. Кстати, холостой ход, так сказать, на ручке газа присутствует у обеих мотоциклов. Давайте подведем итог. Что это за мотоциклы? Почему такая разница в цене? Это два полноценных туриста. Так сказать, входной билет в мир тур эндуро, потому что 500 кубических сантиметров это то, что позволит вам двигаться с крейсерской скоростью 120 км в час и при этом еще и обгонять при надобности. Оба мотоцикла имеют схожий внедорожный и дорожный потенциал, но с оговорочками. На Беняли ехать значительно легче на длительных прохватах. У него удобнее посадка, у него лучше ветрозащита, выше крейсер. Он более устойчив, в том числе за счет более длинной базы. Кстати, у Беняли она составляет 1525 мм против 1460 у Vogue. Он легко держит крейсерскую скорость 130-135 км в час без напряга для пилота. При этом еще и достаточно охотно раскручиваясь и ускоряясь. А вне асфальта он тоже едет, но если говорить не только о езде по прямой, то тут уже все не так однозначно. Как только мы начинаем трогать руль, Vogue тут же начинает набирать очки. Он лучше рулится, он острее реагирует на движение руля и охотнее поворачивает, особенно те же упомянутые в связке поворотов. Ну а в стойке так вообще, он ложит Беняли на лопатки. Комфортный крейсер у Vogue меньше, около 120 км в час. Да, два слова о расходе. Расход на мотоциклах, загруженных кофрами, практически одинаков. При этом, кстати, у Беняли 20-литровый бак, у Vogue, если не ошибаюсь, 14 литров. Поправьте в комментариях. И при 130 км в час, к примеру, он составляет около 5,5, ну, чуть ли не 6 литров на 100 км. При 90 км в час, около 4,2 литров на 100 км. Поэтому это оба достойных мотоцикла и оба могут решать задачи мототуриста в рамках путешествия по стране или ближнем зарубежье. Без проблем для ездока. Надо сказать, что я находил Vogue в фейсбуке с пробегом, самый большой, по-моему, 46 тысяч километров. Ну, а у Беняли я уже рассказывал. Если подвести черту, то надо сказать, что Беняли с комфортом довезет до места съезда с асфальта и неохотно слезет с него. Vogue же, наоборот, с неохотой довезет, но с азартом поползет по каменистым тропам вверх, вниз или куда угодно пилоту. Главное, не разгоняться, чтобы не пробить подвеску. Любой из мотоциклов можно дооснастить доп. оборудованием, которого хватает в интернете, Алиэкспресс в помощь для Vogue, ну, и на Беняли все немножко дороже. Обосновано ли ТРК дороже? Ну, сложно сказать однозначно. Понимаете, я владею обеими мотоциклами, и мне ответить на этот вопрос, мне, владельцу, сложнее, чем, к примеру, тому, кто не владеет ни одним из них. Пока не было Vogue 500 в АДС, я, в принципе, оправдывал цену на Беняли ТРК 502. Как только ДС появился, ну, все стало гораздо сложнее. Да, мы поднимали в обзоре тему мотоциклов с 17-дюймовыми колесами, потому что обе версии на сегодняшний день существуют и со спецованными колесами с 19-м передним колесом. Потому мой обзор касается исключительно этих моделей. А вообще, спасибо за внимание, что досмотрели до этого момента. Обязательно прокомментируйте, обязательно выскажите мнение, поделитесь опытом эксплуатации. Спасибо за потраченное время, мне было приятно с вами его провести. Пока. Продолжение следует...